Кроме того, что челлендж стал дороже в 3 раза, так еще и призы в этом челлендже некоторые стали меньше. Друзья, приветствую на канале, с вами Мортал и сегодня пойдет речь о том, насколько же изменился челлендж, как мы уже из прошлого ролика выяснили, что он подоржал в 3 раза вместо 500 танкойнов, теперь челлендж стоит 1500, и сегодня будем смотреть, скажем так, какие изменения, сколько же устройств в этом челлендж, стало ли их в 3 раза больше вместо 4, 12, или же их стало наоборот меньше, поэтому присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Давайте, наверное, в первую очередь забежим в магазин, у меня есть возможность на этом аккаунте приобрести данный челлендж, и мы сможем наглядно уже выяснить, какие же призы нам дают за бесплатную линейку и за линейку, которую, возможно, некоторые из вас уже перестанут приобретать. Давайте быстренько забежим в раздел звезды, звезды, кстати, немножко дешевле стали, если не ошибаюсь, в прошлый раз, хотя нет, 5000 танкойнов как раз так и стало, я думал, что около 6, но нет, поэтому приобретаем быстренько звездочки, тратим свои танкойны и сейчас вместе с вами узнаем, что и как. Бэмс, вторая покупочка, у нас, кстати, танкойны высветили здесь, чуть не купил голды, ё-моё, это жёстко было бы на самом деле. Есть, покупка совершена, и теперь мы можем вместе с вами, скажем так, разобраться и посмотреть, что же у нас в челленджах, какие изменения, а, у нас, кстати, изменение небольшое же было внесено ещё, кроме того, что у нас в плане внутриигровых плюшек в челленджах самих, да. Раньше, как вы помните, в челленджах было 3000 звезд, да, я даже сам приобрёл звезды 3 раза, и думал, что реально мы пройдём, но нет. В этот раз нам нужно будет приобрести аж 4 раза, поэтому давайте ещё раз прикупим. Теперь точно мы с уверенностью можем сказать, что я прошёл всё же челлендж, да, 1 июнский, и теперь точно мы сможем наглядно посмотреть, потому что оно раньше, как вы знаете, звёзд требовалось меньше. Мне, кстати, интересно, насколько это теперь сложно будет проходить, да, именно челлендж, купить боевый пропуск. Кстати, ещё нужно, кроме того, что звёздочки, 1500 челлендж ставить, ё-моё, боевый пропуск. Мне интересно, сколько же мы получаем сейчас за ежедневные прохождения миссии, да. Давайте посмотрим, сколько мы получаем звёздочек. 30, 50, это 80, 80 плюс 70, 150 звёзд каждый день, правильно? Я думаю, что верно. И плюс у нас в недельных контейнерах тоже звёздочки дают. Давайте посмотрим, сколько мы за неделю сможем накопить. Я быстренько, наверное, вам на экранчик выведу, да. И мне интересно, насколько это, насколько мы сможем просто проходить эти челленджи. Так, 150 звёзд, да, если не ошибаюсь, это было за ежедневное прохождение. Плюс у нас есть, давайте на 7 умножим это на недельку, ровно получается, 1050 звёзд. Дальше у нас идёт, за неделю мы можем пройти 3 недельных заданки, да, это 200 звёзд, 150, 350 и, наверное, последнее 100, точнее первое самое. По итогу выходит, сколько у нас, 350 плюс 100, 450, плюс 450 звёзд мы можем получить за неделю. Полторы тысячи по итогу умножаем на 2, у нас челленджи примерно на 2 недели, 3000 звёзд. И ещё нам нужно 1000 где-то найти этих звёзд. Давайте подумаем, допустим, представим, что мы проходим ежедневно заданки, да, играем хотя бы 2-3 боя в день. И мы получаем за них, ну, давайте, скажем так, ну, без премиум аккаунта считать, давайте будем считать, что 9 звёзд за 3 боя. Хотя, мне кажется, многие играют больше, чем 3 битвы, а каждый день, напишите, кстати, об этом в комментариях, будет интересно, сколько активно выиграть ещё с танки. Давайте плюс, хорошо, пусть будет 10 звёзд. 10 звёзд умножаем на 14 дней, 14, не 140, 14 всего лишь дней, ё-моё, пропало куда-то. Так, съесть, 14 дней равно 140 звёзд мы можем получить за прохождение миссии. Ну, ребята, как показывает практика, что многие играют на выходных, выполняя миссии, поэтому как бы 1000 звёзд вам придётся всё же где-то наиграть, верно? Потому что, вроде бы, в GED больше нигде их, скажем так, вам и не дадут. Вот как-то так. Давайте всё же переместим теперь в челлендж, да, посмотрим, какие быстренькие награды. У меня, кстати, есть скриншотик, на котором мы сможем так сравнить, что было, что стало. Ну, кстати, новый скин-контейнер. Мне, кстати, очень интересно будет сейчас зайти в гараж, посмотреть, какие же предметы в нём. В описании, точнее, в анонсе было написано, что скин-контейнер не изменился в плане скинов, да, только в него добавили 500 танкойнов в случае того, что если у вас есть все эти скины. На этом аккаунте у меня нет всех скинов, поэтому я ничего тут не получу, кроме... Давайте посмотрим, как раз, что я же смогу получить с этого скин-контейнера, который новый. Красное свечение, и это... TwinCity. Кстати, довольно неплохая пушка у меня, как раз, на этом аккаунте. Ну, не то, что нужен, но потихонечку копим. Так вот, по поводу челленджа. Давайте быстренько сравним его. Точнее, пройдёмся, что, во-первых, в нём есть, да, потом немножко сравним. В первую очередь, что у нас? Красочка есть одна, да, на рису устройство. Гиперспортрансовый снаряд. На самом деле, такое себе устройство. Я бы его не использовал, я ради него точно не приобретал. Дальше идёт иммунитет от поджога на хоппера, который немножко понерфили хоппера именно самого, да. У меня данный устройство в самом аккаунте есть. Это, получается, первый устройственный корпус. Дальше краска карбованного из звёзд. Да, у нас челлендж, получается, дороже стал, но при этом краска стала старая, если не ошибаюсь. Её, она уже была в челлендже. 100 танкоинов первой, которую мы можем получить бесплатно в донатской линейке. Дальше идёт иммунитет от Эми. На векинге, да, второе устройство на корпус. 100 танкоинов вновь. Батареечки, приспасики. 100 танкоинов ещё раз. Хотя 300 танкоинов по итогу. И на 43-м уровне у нас, кстати, даётся премиум аккаунт на бездонатской линейке. Ну, довольно прям нереально нужно играть активно, наверное, чтобы получить данный премиум аккаунт. Тем более, как мы посчитали, 3000 звёзд вы можете ежедневными заданками набить, да. А остальные звёздочки, конечно, играют на каких-нибудь ивентиках. Дальше у нас идёт электромагнитный залп, который донатский, скажем так, только вы могли до этого выбить с ультраконтейнеров, скорее всего. И данное устройство довольно неплохо нагибает, да. У меня даже обзорщик на канале был, поэтому можете постараться найти. Хотя уже механика немного устройства поменялась, да. Но ничего страшного. Устройства довольно крутые, да. На гаус, тот же 2 иммунитета на корпус довольно тоже неплохие. Но количество устройств же не изменилось. У нас как было 4 устройства, правильно в челлендже так и осталось. Но при этом цена изменилась. И 100 танкоинов, кстати, дают за бесплатную линейку, за последний уровень. Но такое. Давайте теперь перейдем на скриншоте, который у меня есть, да. У меня есть скрин с сравнением челленджей, который мы сейчас сравним и выясним, какая же разница. Что же было? Давайте в первую очередь заглядём в бесплатную линейку, да. Что у нас было в бесплатной линейке? Это 25 тысяч кристаллов, сейчас же будет 40 тысяч. То есть на 15 тысяч ребята, которые проходят челленджи, без доната будут получать больше. Стетанкоин как получали, так и получали. 50 аптечек, так же само по припасам вроде бы, кроме батареек, ничего не изменилось. Точнее батареек даже раньше было больше, чем сейчас. Странно, странно довольно. Ну можно было, как по мне, сделать даже больше. Тем более челленджи, ну в три раза подоржало. Раньше мы тратили 500 танкоинов, 100 танкоинов обратно себе возвращаясь. Сейчас же 1000 танкоинов, да, мы тратим, точнее полторы даже. И 500 вроде бы можем обратно вернуть. В том случае, если у нас куплена бездонатская линейка. Точнее донатская линейка. И там, кстати, есть такой нюанс. Давайте до конца, во-первых, посмотрим в плане контейнеров. Что изменилось? 4 контейнера, кстати, у нас было раньше, стало 8. А в видеоблоге, кстати, писали, что будет 6 контейнеров. Странно. Немножко информация не совпадает, но и ладно. Дальше идет устройство 0. Как получали, так и получали 0. И премиум аккаунт добавится у нас. Да, один лишь премиум аккаунт на 43 уровне. Ну довольно тоже приятный, скажем так, бонус. Да, но до него еще нужно дойти. По поводу скин контейнера. Нам сказали и написали в анонсике, что если у вас вдруг есть, точнее нету скин контейнера уже скинов, как ни странно, как на моем аккаунте основном, да, в моем случае, то я могу кроме того, чтобы 500 танкоинов возвращать, точнее 400 танкоинов за бездонат, точнее донатскую линейку возвращать, да, и 100 танкоинов без донатов вернуть еще себе это 500 танкоинов по итогу. Но если в скин контейнере у меня нет предметов, теперь вместо 20 тысяч мне будет падать 500 танкоинов еще сверху. То есть 1000 танкоинов я смогу себе обратно вернуть. Для меня лично данное обновление, да, наверное, скажем так, для меня лично ничего не изменилось, я как платил, так и буду, скажем так. Но при этом первая вставка, скажем так, платеж, мне нужно 1500 иметь танкоинов в основном аккаунте, чтобы его платить. У меня, к сожалению, на аккаунте пока что такого количества нету танкоинов, поэтому пока что не могу себе позволить, но такой нюанс. По поводу донатской линейки. 75 тысяч кристаллов было, стало 60 тысяч. Очень странно, очень странно. Будет теперь 400 танкоинов, донатская линейка сверху накидывать. По ремкомплектам и припасам. Я вижу, что есть из меня в минах. Минах стали давать меньше, странно. Почему мин меньше? Ну, могли бы за один уровень вместо там 25 мин или 15 или 75, давай чуть больше. И тем самым по итогу мин было бы больше, возможно. Либо хотя бы на этом уровне прежнем. 200 батареек. Получается, как и было, так и осталось. Батарейки не тронули, лишь только тронули батареечки без донатской линейки. Дальше получается по краскам. Как было две краски, так и осталось. Четыре устройства, как было, так и осталось. Прямки. Получается, только за бездонат линейку можно получить. Ну, если с донатским прохождением вы проходите, скажем так, при борьбе данной челлендж, конечно, вы тоже можете получить. Но и прямку, если вы, конечно, проходите челлендж, тоже сможете получить как и без доната, так и с донатом. По поводу контейнеров Контейнеры, конечно, изменились существенно У нас, получается, теперь будет контейнеров не 23 штуки, а целых 33 Довольно круто, как по мне Но должны учитывать факт, что для ребят, которые имеют в своем владении скины Да, еще в гараже до сих пор, и они могут вам выпасть Того будет платить теперь на 1000 танкоинов дороже Стоит ли это того? Ну, наверное, нет Хотя 1000 танкоинов, точнее 500 танкоинов За 500 танкоинов вы не сможете здесь контейнеров перебезти Но все же, многие ребята покупали данный челлендж все же Потому что выгодно, а не за то, что там контейнеры как-то в них выгоднее, наверное Ну, не знаю, парни, вот так быстренько пробежались Давайте вернемся в гаражик, да? У нас есть гаражик, я быстренько заодно гляну, сколько здесь контейнер стоит Разница несущественна, но при этом челлендж гораздо дороже стал стоить Есть контейнеров? 1450 танкоинов Ну, то есть, для ребят, которые реально будут из-за контейнеров покупать челлендж Конечно, выгодно, чем это все отдельно перебертать Но, как по мне, челлендж такой себе стал Я не знаю, многие ребята, мне кажется, перестанут перебертать Лично я пока что не имею в своем владении танкоинов на самом аккаунте Такого количества, чтобы вложиться, скажем так Чтобы не начали возвращать по 1000 танкоинов по итогу Но, не знаю, честно, парни Мне тяжело что-то говорить, да? Есть всякие нюансы Кстати, для ребят, которые без доната проходят, мне кажется, довольно все неплохо, да? Они, как получали кристалликов, даже больше, чтобы получать Да, они не смогут приобрести себе донатскую линейку Но, в плане кристаллов, припасов, всего остального Он, кроме устройств, наверное, смогут также эффективно получать Тем более, примочку тоже без подданта Если получить, довольно все круто Лишь только устройство К сожалению, приобрести, наверное Точнее, получить не смогут Поскольку, ну, первое Первое вложение должно быть как минимум 1500 танкоинов А без доната накопить 1500 танкоинов, получая 100 танкоинов За безданту линейку Но очень сложно Это нужно где-то около полугода потратить Вам 5 месяцев, наверное Поэтому такой обзорчик, скажем так, на челлендж Да, они самые веселые Но, парни, напишите свое мнение в комментариях Что вы думаете об этом И я, если честно, не особо доволен Да, хотя мне на основном аккаунте все довольно неплохо Да, я буду возвращать 1000 танкоинов В принципе, только призы получать больше Поэтому напишите, что вы думаете Какая у вас ситуация сейчас в данный момент с этими челленджами Да, есть ли у вас в скин-контейнерах Скины, да А будете ли вы получать скины Либо же танкоины обратно Потому что, если нет скинов, как вы знаете Будете получать обратно еще 500 танкоинов И в итоге челлендж для вас только же будет стоить, как и раньше Не забывайте подписываться на канал Прожимать колокольчики Прожимать лайки С вами был Иммортал Всем до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok